Он пытался держаться на своем посту до последнего. На ураган британской политики в считанные дни снес его с вершин политической власти. В последние несколько дней я пытался убедить своих коллег, что смена правительства при таком широком мандате будет выглядеть эксцентрично, когда мы всего на несколько пунктов отстаем в опросах населения по промежуточным выборам. И это после нескольких месяцев жесткой критики. Когда экономическая ситуация такая сложная и в нашей стране, и во всем мире. Я сожалею, что мои аргументы не помогли убедить моих коллег. И мне, конечно, больно, что я не смогу реализовать мои многие идеи и проекты. Но работа в Вестминстерском дворце нам показывает, что стадное чувство – это сила, особенно в трудные времена. И я хочу сказать, мои друзья, в политике никогда нет незаменимых. Со вторника более 50 сотрудников его кабинета ушли в отставку, и он полностью потерял поддержку своей партии. Правление Джонсона и до того было бурным и подвергалось жесткой критике. Но последней каплей на прошлой неделе стала его реакция на поведение члена парламента Криса Пинчера, которого он сам ранее назначил на пост заместителя координатора консервативной партии. Пинчера обвиняли в многократных случаях сексуального домогательства. Но Джонсон утверждал, что ничего об этом не знает, пока Пинчер сам не ушел в отставку из-за очередного нелицеприятного инцидента. Консервативная партия и общественное мнение этих ошибок Джонсону не простили. Глава оппозиционной либористской партии Кир Стармер приветствовал уход Джонсона с поста премьер-министра в Твиттере. Стармер написал, что это хорошие новости для страны, что это должно было произойти уже давно, и что Джонсон никогда для этого офиса не годился. Джонсон пока останется на своем посту, а поиск нового руководителя партии и правительства уже начат. На место Джонсона могут претендовать среди прочих министр иностранных дел и генеральный прокурор. Новый премьер-министр вступит в должность после ежегодной партийной конференции, которая проходит осенью. Некоторые политики считают, что Джонсон должен уйти прямо сейчас. Мне кажется, совершенно неразумно предполагать, что он будет оставаться премьер-министром еще 3-4 месяца, с учетом его характера и его личности. Мне кажется, никто не может сказать о Джонсоне, что он способен в этот период вести себя как ответственный премьер-министр. Он обязательно будет что-то делать, и это станет причиной еще большего хаоса, чем сейчас. В интересах граждан Соединенного Королевства нужно немедленно прекратить этот фарс. Даже в своей речи об отставке Джонсон упомянул Украину. Я хочу сказать гражданам Украины, Великобритания будет продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется. Российские политики виртуально потирают руки. «Лучшие друзья Украины уходят. Перемога в опасности. Первый пошел. Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. Пи-эс. Постскриптум. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики». Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже. Однако, как бы российская власть не злорадствовала, при новом премьер-министре позиция Великобритании касательно российского вторжения в Украину, скорее всего, не изменится. И Украина будет продолжать получать поддержку от Соединенного Королевства. Виктория Купченецкая, Елена Матусовская. Настоящее время. Америка. Продолжение следует. Продолжение следует.